Второй задержанный Дмитрий, друг Никиты, рассказывает, не видел, куда везли, понял лишь, что завели в подвал, потому что долго спускались вниз. Затем начали выбивать показания. На лавочку положили меня, сверху полотенце, накинули, что-то скотчем замотали, надели противогаз, пытали меня, душили, воздух перекрывали. Под давлением, ну, они там, эпизоды мне какие-то говорили, типа, вот то, что я с другом своим крал. Ну, хотя такого не было, как бы под давлением согласился, то, что это я, ну, все сделал вместе с ним. В МВД на все вопросы пока отвечать не готовы. В наркологическом диспансере есть заключение экспертизы, что второй задержанный Дмитрий находился в состоянии наркотического опьянения. Нашей экспертизой было выявлено в состоянии наркотического опьянения. При этом хотелось бы отметить, что содержание производных, содержание тетрагидроканабинола превышало допустимую концентрацию в 15 раз. Можно говорить и об отравлении при такой концентрации наркотиков в крови, которые проявляются и бредовыми идеями, какими-то нарушениями сознания. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что следователи уже рассматривают одну из версий гибели подростка. В свою очередь, к нам в телекомпанию позвонила женщина, утверждающая, что она супруга полицейского, и слышала разговор мужа. То есть он уже был мертвым. Они уже его привезли мертвым. Они его в машине, что они там с ним делали, не знаю, но они его, видимо, выбивали показания с него, водили по городу. Ну, это все вы, эта информация у вас, поскольку вы слышали разговор вашего мужа, работающего в полиции, по телефону со своими коллегами, так? Да, да, да. Там, видимо, спрашивали, уточняли, что случилось. Он как раз в эту ночь-то и дежурил. Он отвечает за весь город, все, что происходит за сутки. Как ему сообщили, видимо, да, что уже как бы вот они вот в машине. Сотрудники его в машине уже убили. Представиться женщина не пожелала, попросила связать ее с родственниками. Ее номер мы передали деду Никиты Валерию Чеботку. Он рассказал нам, что сейчас вплотную работает со следователями и приехал на очередной допрос. Отметим, что в МВД, в свою очередь, располагают информации о том, что молодые люди были задержаны за кражу велосипедов. В настоящее время полицейские располагают свидетельскими показаниями жителя Улан-Удэ, который поясняет, что в мае приобрел у молодого человека по имени Никита велосипед за 6 тысяч рублей. По фототеке он опознает одного из вышеуказанных молодых людей. Вы представляете? Украсть велосипед и за велосипеда убить. Провести огромное, большое мероприятие с привлечением ОМОНа. Это правильно? Это же глупость. Ну давайте тогда всех убивать. Мы будем следить за развитием событий. Дмитрий Гомбоев, Виктор Горновской. Новости дня.